итак доброе утро уважаем товарищи так как батарейки батарейки значит показали свою значит ненадежность то есть схема без топливного генератора должна быть надежная я решил немножко видоизменить систему то есть смысл в чем пока нет ионисторов которые надежные пока как говорится нет средств к этому что делать передавать энергию сразу обратно в сеть то есть не применять аккумуляторы тогда что получится включаем сейчас покажу что получится при таком значит раскладе что получается у нас вот счетчик вот эта схема бгт ссср ссср 10 значит счетчик силовой со счета идет далее идет автомат номер один фаза номер один фаза 1 здесь перемычка автомат номер два фаза 2 так и здесь у нас 0 и клемма нулевая питание идет со счетчика на автоматы фаза 1 автомат 1 фаза 2 автомат 2 и второй конец на 0 0 1 и вот 0 2 здесь они тоже вот соединены 0 и далее фаза 1 у нас поступает сюда тут розетка стоит сетевая вот она подходит напряжение у нас как я замерял сегодня и в те дни еще до этого переменный ток аэс аэс от 230 до 236 колеблется вот сегодня с утра было 234 ну выше 236 не бывает и ниже 230 тоже то есть колебания идет зависимости от нагрузки среднем вот так вот я написал 230 вход это вход у нас вот забыл подписать тот систем вот системы вот система вот система вот система вот система 230 230 230 вольт переменного тока дальше идет мотор как это всем известны значит мощность его двести двадцать пять ватт максимально больше он не потребляет здесь идет вал скрепленный мотор генератор мотор генератор мощностью 550 вот это все вам уже показывал это все тоже самое но вот тут вот как вы видите изменения из мотор генератора выход выход плюс здесь у нас нагрузка вот такая лампочка 800 ватт 800 ватт выход 800 ватт выход так а у нас в данном случае нам надо выход занизить для чего потому что у нас еще тут другая задача значит мы это стираем делаем выход не 800 не 8 лампочек ставим опять чтобы запасе был то есть выход у нас будет здесь 500 ватт 500 ватт и значит напряжение у нас будет постоянного тока не 220 здесь когда написано 5 лампочек точно тут у нас не 220 получается выход а примерно как я мерил до этого 260 265 265 где-то вольт 265 вольт 265 вольт 265 вольт постоянно тока тут значит сюда выходит на лампочки 500 ватт даже больше чем 500 ватт но напряжение 265 вольт постоянно тока поместится 265 вольт то есть кроме лампочек можно здесь и другие потребители применить ну не более 500 ватт не более 500 ватт и далее идет 265 вольт постоянного тока он его отмечает понижающий тут стоит понижающее устройство снижает его до 12 вольт постоянного тока снижает его и подает на инвертор либо если не будет понижающее устройство пока его нет просто выпрямитель который уже работает от постоянного тока я показал обычный и 265 ватт с него ничего не будет вот или тут батарейка или батарейка так или батарейка и инвертор сетевой который значит 12 вольт вырабатывает 240-250 вольт переменного тока и подает обратно в розетку сюда со второй фазы то есть это напряжение подается в розетку так как здесь счетчик стоит обычный обычный то это напряжение которое подается назад он его если стоял бы особый счетчик он бы крутил назад но счетчик стоит обычный поэтому просто это напряжение счетчик не будет крутить не будет крутиться так как идет постоянно ток хотя идет и обратно просто счетчик не будет крутиться так как у нас 240-250 вольт вот за этим напряжением надо обязательно следить чтобы не меньше так как здесь 230 если будет здесь 230 то 240 если будет 236 то здесь 246-250 чтобы выход был больше напряжение выхода больше напряжения входа и тогда электроны будут назад течь сюда они не пойдут понимаете что произойдет то есть мотор будет крутиться питая самого себя электроны сюда не пойдут так как здесь будет прилив большой прилив мощности вот здесь вот 240-250 ватт и поэтому этот счетчик счетчик этот будет стоять то есть мы берем 500 ватт система работает тут вот не написал всего она выдает 800 ватт 500 ватт мы питаем квартиру квартиру питаем потребителей что вполне хватит если не включать стиралку и 300 ватт мы подаем назад чтобы обеспечить остановку счетчика вот такая схема такая схема позволит избавиться от аккумуляторов чем не плюс поэтому но тут сетевой инвертор нужно либо если нет сетевого инвертора нет обязательно сетевой инвертор так как выход постоянный ток вот такая схема может вполне как говорится заменить аккумулятор попробуем ее в ближайшее время покажем как на опыте это все происходит на этом все заканчиваем до свидания до следующих встреч выведет до следующих встреч до следующих встреч